Здравствуйте! С вами программа «Неделя города» и ведущая выпуска Марина Романюк. Смотрите сегодня. Братская помощь. Волонтеры «Единой России» едут в ЛНР с очередным гуманитарным грузом. В едином стиле переход на дизайн-код для коммерсантов будет не за свой счет. Жизнь в картинке. Иллюстрации к биографиям известных деятелей искусства представила библиотека имени Горького. 11-я группа волонтеров «Единой России» из Рязанской области отправилась в ЛНР помогать врачам в одном из медицинских учреждений города Луганска. Отправка была организована от штаба общественной поддержки «Единой России». С собой волонтеры везут гуманитарный груз, медикаменты, постельное белье, средства личной гигиены и предметы первой необходимости. Медикаменты, постельное белье, средства личной гигиены. Эту партию гуманитарки собирали местные отделения партии «Единая Россия», депутаты всех уровней, комитет семей воинов Отечества и неравнодушные жители Рязанской области. Сделали все оперативно. Необходимые вещи приводят на места уже в эти выходные. Кроме того, в Луганск на две недели едут и рязанские волонтеры. Помимо, собственно, самой Рязани, есть ребята из Копина и Ермишинского района, которые, к слову, специально для этого взяли отпуск. И это уже будет одиннадцатая по счету группа. Это группа, которая будет задействована в деятельности в госпитале. В военном госпитале будем, как бы, оказывать содействие медицинскому персоналу, помощь различную. У нас едет пять человек, как бы, это совершенно разные люди, представители из разных организаций. Это сами добровольцы, которые добровольно приняли решение поехать. Комитет семей воинов Отечества свою часть помощи собирал адресно, по заявкам. С новыми территориями налажено четкое взаимодействие. Посылки в ЛНР уходят дважды в месяц. В этот раз мы отправляем, как обычно, все то, что просят медперсоналы. Это, соответственно, есть запросы кое-какие от ребят, которые там лежат. Но это больше баловсу, такое сладости. А медперсонал просит дезинфекции, то есть для дезинфекции. Сланцы – это то, что ребята, когда прибывают, получают, потому что они непосредственно с передовой поступают в госпиталь и не имеют личных вещей. И все то, что им необходимо, приходится выдавать им на месте. Поэтому это такой расходный материал, который нужен постоянно. Этот гуманитарный груз, можно сказать, сборный. Вещи пойдут сразу в несколько мест, по запросам. А еще здесь есть целый альбом детских рисунков. С пожеланиями скорейшего выздоровления и просто для поднятия настроения. Максим Васильев, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». С ноября прошлого года в Рязани утвержден единый дизайн-код города. Соответственно, все вывески должны теперь быть в едином стиле. Для замены уличных табличек предприниматели вполне могут получить субсидию. В администрации города рассказали, как это можно сделать. Из Пестрова и Алиповатова в красивый и читаемый. Такая задача введенного дизайн-кода. Цель его – создать благоприятную визуальную городскую среду и единый стиль. Так говорят урбанисты, мол, мешают рекламные вывески целостному восприятию. Несколько простых правил. Для того, чтобы посадку визуально вывесить, вывесить город в Россию на одной высоте. И от центра, но будет относительно длиннее. И в принципе, любой человек, который скачает дизайн-код, его очень удобно, дизайн-код, резайд-код, он уже скачивается. То есть, мы, разработав этот документ, простите, жизнь не принимается. А утвердили дизайн-код еще в ноябре прошлого года. Тогда же он и стал обязательным. И применять его обязаны как бюджетные, так и коммерческие организации. Тут появляется вопрос. Как быть предпринимателем, который свою вывеску разместили, а теперь им нужно ее поменять? В администрации для этого подготовили субсидии. До конца этого года можно демонтировать, не заплатить вне штрафа. И в том числе, это очень средство на то, чтобы изговорить и установить вывеску, которая соответствует дизайн-код, и, как мне сказали я, в течение пяти лет, это вывесить спокойно, соответственно, с тем самым самым, который вывесит. Она будет принимать и служить вот этой вот рекламной информацией. Субсидии эти предоставляют юрлицам и индивидуальным предпринимателям, организации которых расположены на центральных улицах. Это часть Первомайского проспекта, улиц Павлова и Кольцова, Кремлевский вал, в общем, адресов немало. Обращается в планную компанию и делает макет вывески в зависимости от того, что это за здание ОКН или не ОКН. Он обращается в согласующую культуру, либо это главное управление архитектурой, это строительство города Рязани, либо это инспекция по правилам, где это культурное наследие. Получается согласование, собирает какие-то документы, которые указаны у нас в восстановлении, обращает весь этот документ, привезет к управлению культуры, соответственно, мы проверяем эти документы, подписываем соглашение и начинаем получать субсидии. Сумма субсидий – это 90% от всех затрат предпринимателя, но не больше 100 тысяч рублей. Заявки на субсидию принимаются не позднее 10 ноября 2023 года. В России запустили приложение, через которое можно сообщить о неизвестных беспилотниках и других угрозах – radar.nf. Сигнал выступает напрямую в силовые структуры. Правда, пока эта программа доступна только для системы Android, а скачать ее можно бесплатно в магазине приложений. Здесь нужно указать то, что вы видите. Как вы видите, есть беспилотник, взрыв, ракета, ДРГ противника или то, что вы не понимаете, просто какая-то угроза, о которой необходимо сообщить. Нажимаете «Сообщить». После этого делаете фотографию. Сообщение о возможной угрозе идет напрямую силовикам. По словам разработчиков, приложение оптимизирует устранение беспилотников и других внешних угроз. Это приложение разработано командой разработчиков от Народного фронта. Появилось оно не так давно, этим летом. И создано оно в первую очередь для того, чтобы жители, наши граждане, которые увидят какой-то непонятный объект в небе, либо где-то увидят взрыв вдалеке, либо увидят ДРГ противника непосредственно на территории Российской Федерации, могли оперативно сообщить во все ответственные за это ведомства. За два месяца работы «Радар» уже показал свою эффективность по борьбе не только с дронами, но и с диверсионно-разведывательными группами в разных регионах нашей страны. Конечно, благодаря бдительности граждан. Граждане пользуются им достаточно активно. Мы, к сожалению, не обладаем общей статистикой. И в первую очередь мы здесь работаем не на количество самих обращений, а на количество ликвидированных угроз. И вот благодаря этому приложению, например, в Брянской области, уже были сбиты два беспилотных летающих объекта. Сделать «Радар» настольным приложением для своего смартфона предложил рязанцам и губернатор Павел Малков. Он подчеркнул, что программисты еще работают над модернизацией программы. Пока оно есть только для андроида, но сейчас специалисты думают, как вывезти его на iOS, на iPhone. Соответственно, через приложение можно сообщать о беспилотниках, если мы видим что-то подобное. За пару месяцев «Радар НФ» уже скачала порядка 50 тысяч человек. Пользоваться им просто. После установки нужно авторизоваться в системе по номеру телефона и следовать инструкции. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Пожар дома по улице Грибоедова так бы остался строчкой в оперативной сводке МЧС, если бы не одно «но». Дом номер 16-Б, тот самый, у которого в феврале этого года обрушилась стена. Историю с переселением жильцов очень подробно освещали все городские СМИ. Сам же дом долго не признавали аварийным и подлежащим к сносу. Теперь, видимо, пришло время. Вот так, можно сказать, эпично горел, казалось бы, никому не нужный и заброшенный дом на проезде Грибоедова. Кадры пожара уже есть в сети. И это тот самый дом, который в феврале после обрушения части стены был признан аварийным и непригодным для проживания. Жителей тогда, как известно, переселили в маневренный фонд. А само здание отключили от всех коммуникаций и электричество, и в последнее время оно пустовало. В ночь пожара погода была явно не знойная. Что-то могло так гореть, специалисты, конечно, выясняют. Но пока они выясняют, местным жителям, в общем-то, все ясно. Версия одна, и это не самовозгорание. Ребятня тут лазила. Они били стекла, они лазили, мы на них причаливали. Мы сейчас в милицию, в пьяной полицию. Они все равно. Подростки такие, мушки, наркотики. Ну, трудно сказать, что. Но загорелась ночью ведь. Вот час ночи я встала, тут полыхала. Нет, опять же, дети даже ребятня там привели костер. Она обгорелась на его место, пока бы она затлела. А то она горела по всей длине дома. Вот я на восьмом этаже держу, у меня стекла были горячие. Я вот не могла это прикоснуть. А если бы сюда ветер, то они бы, наверное, полохались. Хорошо, ветра-то не было еще. Этот дом, напомню, несколько лет назад городские власти отказались признавать аварийным и даже провели на нем капитальный ремонт кровли в 2020-м. Здесь еще видны остатки новенького водостока. Работы, кстати, проводили, несмотря на жалобы жильцов на то, что крошится потолок. А потом произошло обрушение кладки. Но и тогда дому не сразу присвоили статус аварийный. А вот теперь, похоже, сносить его все-таки придется. После пожара, который произошел очень уж как-то вовремя. Партнер программы «Неделя города икра» и «Рыба Камчатская». Выставка-продажа снова у торгового центра «Премьер». В год педагога и наставника межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир» пройдет в Рязанской области с 5 по 7 октября 2023 года. Он объединит профессионалов книжной отрасли, специалистов сфер науки, культуры и образования. Всех любителей книги из регионов России и стран ближнего зарубежья. С небольшим анонсом Валерий Седов. Центральное событие фестиваля – книжная выставка-ярмарка. В этот раз свою продукцию представят 69 российских издательств. Из 12 регионов страны – это Москва и Питер, Орел, Липецк, Сыктывкар и даже Донецк. Больше 5000 книг и другой полиграфической продукции разместится на 750 квадратных метрах экспозиционной площади библиотеки. Но если выставка-ярмарка – мероприятие традиционное, то вот литературный конкурс рязанцам в новинку. В канун 100-летия Бориса Можаева межрегиональный фестиваль-конкурс «Хозяин земли». Это конкурс на лучшие эссе, посвященные нашему родному краю России. Мы хотели бы сделать этот конкурс-фестиваль в рамках фестиваля традиционным. И начинаем мы его в 100-летний юбилей Бориса Можаева. Согласитесь, что это красиво. И замечательно, что уже в первый такой пробный наш конкурс 33 региона откликнулись и стали участниками. Ежегодный фестиваль «Читающий мир» – это десятки издательств и издающих организаций, насыщенная культурная и даже детская программа. На три дня с 5 по 7 октября Рязань станет точкой притяжения издателей, писателей и экспертов всей страны. Литературные праздники, презентации новых книг и журналов и встречи с писателями – это только часть прогнозируемых мероприятий. Гостем нашего фестиваля станет блистательная поэтесса, общественный деятель, член Союза писателей России, член Союза писателей Донецкой Народной Республики Анна Ревякина. Она приедет к нам с творческой программой. Сотрудники Горьковки обещают, что рязанцев и гостей города в этом году ждет яркая и насыщенная программа. Узнать расписание всех событий можно на сайте библиотеки и в сообществе «Фестиваль национальной книги «Читающий мир» ВКонтакте». В Рязанском театре «Кукол» завершились гастроли гостей из Гродно. Белорусский коллектив во главе с режиссером Олегом Жукждом уже не первый раз удивляет зрителей своими постановками. В этот раз Гродненский театр привез три спектакля. Самой загадочной и мистической стала история «Вий» – «Страшная месть». Квинтэссенция двух мистических произведений Николая Гоголя в авторской обработке Олега Жукжды цепляет своим колоритом с первых секунд. Нуарная сцена, аутентичные костюмы. В происходящем участвуют и люди, и куклы. Причем иногда эти два мира сливаются воедино. «У нас еще, скажем так, кроме необычных предметов, которые могут присутствовать на сцене, у нас есть вертеп, по-белорусски это называется батлейка. То есть, собственно говоря, такой маленький театрик, маленькая модель жизни, где все начинает разыгрываться, а потом хама как бы попадает внутрь разыгрываемой истории и благодаря чему сталкивается с неизвестным, с подсознательным ужасом, страхом и так далее, и так далее, и так далее. История Хамы Брута в объятиях режиссерского замысла превращается в настоящую мистерию паранойю, где отличить реальность от фантазии героя практически невозможно. Благодаря умелой актерской игре, образом нечистой силы и звуковым спецэффектам зритель оказывается затянут в мистическую историю, которая держит в напряжении до самого конца. Мне кажется, что тексты Гоголя очень сродни природе искусства играющих кукол, потому что у нас всегда есть живой план и есть оживающий план. Мы работаем с куклами, с предметами, с фактурой. Любая ткань в театре кукол может превратиться в живую материю в прямом смысле этого слова. Также в текстах Гоголя есть реальность реальная, зримая, ощутимая, а есть реальность потусторонняя, не всегда понятно, она действительно существует или она в голове героя. Странствующий философ и богослов, как и в оригинальном произведении, три ночи молятся за душу мертвой ведьмы в попытках совладать с бесовщиной. И кроме иконостаса, свечей, а также веры внутри него самого, помощников у него нет. В этом спектакле присутствует, конечно, и колорит, и элементы, которые нам помогают прочувствовать язык, собственно, Николая Васильевича Гоголя. Он очень тактильный, хотя мы смотрим на картинку, но мы чувствуем, чувствуем прикосновение травы, чувствуем ветер, вот все то, за что мы любим гоголевские тексты. Вот этот полет над Днепром, например, русалки, вечер на хуторе, собственно. Защитой от призрака ведьмы и другой нечисти Хаме Брут услужит круг, нарисованный мелом. И если в оригинальном произведении этот оберег не сработал, то в интерпретации Олега Жукжды надежда зрителя на хэппи-энд все-таки оправдывается. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В библиотеке имени Горького представили работы братьев Троуготов, иллюстрации к биографиям известных деятелей искусства. Цель проекта – показать пересечение литературы, музыки, поэзии и художественных произведений. Торжественное открытие экспозиции провела коллекционер книжной графики Марьяна Щербакова. Моцарт, Бах, Шостакович, Паганини. Выставку открывали композиции великих классиков. Иллюстрации к книгам о жизни известных музыкантов разнообразны. Здесь и пастель, и акварель, и тушь, и даже аппликация. Семья Троуготов – это настоящая плеяда художников, создавших волшебные образные иллюстрации. Сегодня мы открываем выставку работ семьи Троуготов, Александра Валерии Троуготов, очень известные художники и иллюстраторы, Санкт-Петербургская школа. Но семейная история связана не только с ними. Отец был также художником, и мама была художницей. Задача этой выставки – познакомить детей с творчеством через прелавление трех видов искусств. Литературы, музыки и, собственно говоря, изобразительного искусства. Первые книги художники иллюстрировали втроем – отец и сыновья. Причем каждую они подписывали общей подписью, состоящей из трех инициалов своих имен. К сожалению, сейчас в живых остался только один автор. Александр Троугот до сих пор продолжает творить, несмотря на преклонный возраст. В этом году ему исполнилось 92. Каждая работа – это красочный полет мыслей, который помогает зрителю отправиться в графический мир Троуготов. Будь то иллюстрации к биографии Джорджа Гершвина или к одной из сказок Шарля Перо. Есть, наверное, у каждого из нас, где и сказки, и другие книги. Может быть, мы даже не помним, что это они, но мы помним эти великолепные образные иллюстрации. И действительно, они воспитывали образы. Глядя на них, нельзя было представить себе в деталях, в подробностях, все как есть. Но вот именно образы книги, образное мышление у ребенка возникало просто совершенно фантастическое. Тонкое художественное восприятие литературного текста – главное, что отличает работы Троуготов от других графических иллюстраторов. Контрастные тона, живые и порой комичные образы – все это завораживает зрителя с первого взгляда и приглашает в фантастическое путешествие слов, красок и эмоций. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На оконном производстве группы компании «Зеленый сад» было выпущено пятитысячное окно. Застройщик запустил собственное производство оконных конструкций в августе 2022 года. Соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Событие знаковое для всего региона. Возведение домов без привлечения сторонних организаций для остекления позволило компании ускорить строительство, эффективнее контролировать качество продукции и выполняемых работ. Перед запуском производства представители компании прошли обучение с поставщиками оборудования, поставщиками фурнитуры, а также производителями профилей ПВХ. Применяем самые современные профильные системы и профильные фурнитурные системы. В принципе, достаточно перспективное направление для работы нашей компании. И в ближайшее время мы планируем расширять производство. И будем работать и с другими видами материалов, кроме как ПВХ. Проект имеет грандиозную социальную значимость. Производство организовано на базе исправительной колонии номер 2 управления ФСИН России по Рязанской области. Всего на производстве трудится 16 человек в две смены. За год работы оконного цеха более 40 осужденных получили специальные навыки. Многие из них после замены наказания в виде лишения свободы на принудительные работы смогли продолжить работу в компании. Они осуществляют монтаж окон на строительных объектах. Подход к каждому объекту индивидуальный. Скажем, здесь в комплексе Skyline окна с повышенной шумоизоляцией, потому что неподалеку находится аэродром. Такое решение позволит будущим жильцам наслаждаться тишиной, несмотря на шум пролетающих самолетов. Мы даже делаем специальный расчет по шумоизоляции, в том числе применяя наружные материалы шумоизоляционные, а также специальные стекла для окон. Продукция, которую изготавливают осужденные на оконном производстве, поставляется на объекты зеленого сада. Жилые комплексы Skyline, iTower, Discovery. Во всю идет изготовление для Еврокласс-4, где большой объем, порядка 9 тысяч квадратных метров остекления, планируют закрыть уже к Новому году. Камчатка славится вулканами, гейзерами и морепродуктами. Выставка продажи икра и рыбы Камчатская обеспечивает клиентов самым свежим, именно тем морепродуктам. И никакой многонедельной транспортировки и длительного хранения, только свежее. И убедились в этом уже многие рязанцы. Особое местоположение, близость моря с его роскошными дарами делают Камчатский край одним из важнейших поставщиков морепродуктов и морских деликатесов на мировой рынок. Красная рыба не только вкуснейший деликатес, но один из самых ценных продуктов для человеческого организма. Вкуснятина! Да? Как вы пробовали, какая бы что-то полезная. Вот, белорыбца. Три года служила на Камчатке с мужем. Сама делала. Он мне вот такие рыбы приносил, ходил на рыбалку. И, в общем, короче говоря, и покупал эту продукцию. И знаю, что лучше Камчатской продукции нет. Красная рыба отличается превосходными вкусовыми качествами, нежной консистенцией, эстетичным видом, полезным воздействием на организм. Диетологи советуют употреблять красную рыбу ежедневно, ведь она замедляет процесс остарения, укрепляет волосы и ногти, омолаживает кожу. На Камчатке водится множество разновидностей красной рыбы. И все это разнообразие на прилавке, выставке, продаже в Рязани. Продукт вкусен в любом виде. Вы можете приобрести копченую, маринованную или соленую рыбу. Мне она понравилась, потому что просто я пробовала у других эту рыбу. Она вкусная и считаю, что полезная. Что сегодня себе приобрели по вашему вкусу? Я чавычу и белорыбицу. Чавыч, как считает король лососевых, а белорыбицу надо попробовать. Продукция нравится и мне, и моим детям. Ну, цены, ну, ничего. Можно себе позволить, когда вкусно. Деликатесы на праздничный стол. Это очень здорово. Я брала чавычу, брала белорыбицу, брала икру, брала. Ну, может, забыла, что... Качество. Очень вкусная продукция. Всегда хорошего качества, свежая. Даже в жару никогда на плохую продукцию не попадала. Нравится? Я красную рыбу всегда беру. В общем, каждый приезд я всегда здесь. Красную икру добывают из лососевых видов рыб, которых в больших количествах вылавливают на Камчатке. Качественный продукт выглядит весьма презентабельно. Икринки одного размера и цвета, ровные, неповрежденные, легко отделяющиеся одна от другой. Именно такую продукцию можно приобрести возле торгового центра «Премьер» до 23 сентября включительно. На этом у меня все новости на сегодня. С вами была Марина Романюк. До свидания. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 18 по 23 сентября. ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова